А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный канал моего знакомого, называется он Реал. Снимает классные видосики по проекту Мазинку Лерплей. Он также играет и снимает на первом сервере, где играю я. Поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылка на мой канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать 1000 подписчиков. Я думаю, он этому будет очень рад. Также он часто делает конкурсы. Даже сейчас на его канале проходит конкурс на 2 миллиона 500 тысяч рублей. Поэтому, кому интересно, повторю, ссылочка есть в описании. Заходите, смотрите видосики и подписывайтесь на его канал. Итак, пацаны, всем привет. С вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гимм. И сегодня у нас будет новая серия на проекте Мазинку Лерплей. Сегодня у нас будет очень интересное видео, в котором я вам покажу, что нас ждет в будущем обновление. Я собрал всю информацию, которая была в интернете. И я вам сегодня это все покажу. Поэтому, пацаны, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал. Я думаю, видео будет очень интересно. Я давно такие видосы не записывал, разговорные, с вебочкой. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Давайте, как минимум, берем на этом видео 300 лайков. Вот реально, давайте наберите 300 лайков. И я вам буду очень сильно благодарен. До 15 тысяч подписчиков осталось совсем немножко. Поэтому возьмите и подпишитесь на канал. Реально, там осталось буквально 25 человек. И у нас уже будет 11 тысяч подписчиков. И я для вас сделаю конкурс. Поэтому, не линьтесь, подписывайтесь на канал. Итак, я собрал, пацаны, всю информацию, которую я мог найти про будущее обновление. И сегодня я вам это все покажу. От начала до конца. И получается, возле загрузки дальнобойщиков сделали вот такую вот новую дорогу, которую будут везти наверх. Куда она будет идти дальше, честно, я не знаю. Скорее всего, она будет везти в Эдово. Я так предполагаю, потому что ездить, получается, через Азамас в Эдово не особо удобно. Поэтому, скорее всего, сделаю дорогу Слеткарина в Эдово через горы. Это будет довольно-таки прикольно, я думаю. Следующий скриншот, это у нас, получается, Горель, по-моему, если я не ошибаюсь. У нас, получается, будет идти речка, и вот здесь будет такой мостик, чтобы проезжать в Горель, получается. Выйдите с Бусаева, и здесь есть поворот вот на такую вот дорогу. И вот вместо этой дороги теперь будет еще и мостик идти, чтобы вы могли проехать. Потому что возле Рублевки Южного поставят мост, и, соответственно, здесь тоже будет стоять мостик. Следующий скриншот, это у нас, получается, будет новый интерьер. Это будет новый интерьер особняка, либо какой-то организации. Я точно не знаю, но я думаю, что, скорее всего, это будет новый интерьер особняка. Точно не могу сказать, пацаны, реально, точно не могу сказать. Но, в основном, все говорят, что это будет новый интерьер особняка. Если это будет действительно новый интерьер особняка, то это будет очень круто, потому что данный интерьер очень давно не обновляли, и стоит его заменить. И, скорее всего, вот такой вот интерьер у нас будет новый в особняке. Но я считаю, что это будет круто, потому что интерьер, который сейчас, он уже очень сильно устарел, и хочется уже видеть чего-то новенького. Следующий скриншот у нас получается, это вокзал Арзамаса. Вот здесь находится 24 на 7. И мы находимся на вокзале Арзамаса. Но что здесь необычного? А необычно то, что здесь вот есть машинки, видите? И скорее всего это будет аренда машин, как бы, и вы сможете, как бы, зайти на вокзал и сразу арендовать себе машину. Потому что сейчас машину можно арендовать только в автосалоне. Но это неудобно, потому что в автосалоне нужно еще добежать. А так ты заспалился на вокзале, взял, арендовал себе машину и поехал по своим делам. Следующий интерьер, получается, это бизнес 24 на 7 будет. Вот такой вот интерьер будет интересный. Очень даже реалистичный, я бы сказал, потому что все выглядит очень реалистично. Сейчас интерьер такой, знаете, маленький, скромненький. А вот сейчас, когда выйдет обновь, будет вот такой вот шикарный интерьер, в принципе, большой. Который очень хорошо детализирован. Итак, следующий скриншот связан с изменением карты. Вот такая вот дорога будет новая. Я толком не понял, где это находится, но, скорее всего, эта дорога с пригорода в Эдово будет идти. Вот такая вот волнистая. Либо, либо это будет дорога везти с Латкарина, получается, в Эдово. Которую мы видели дорогу наверх. Но я точно не знаю, как бы, тут только два варианта. Ну, блин, не знаю, смотрится вроде бы неплохо. Но, как-то очень много вот этих поворотов. Тут эти повороты такие резкие. Ну, в целом, вроде бы неплохо. Зато будет разнообразие, как бы. Не как у всех. Ну, и вот, получается, следующий скриншот. Это у нас мост. Новый будет возле Рублевки Южного. Но я заметил еще кое-что. А именно то, что будет новая посадка для вертолета. Видите, он такая вот новенькая будет. Кругленькая, красивая. Сейчас она такая квадратная, знаете, обычная. А вот, когда выйдет обнова, будет вот такая вот новая взлетная площадка для вертолета. Следующий интерьер. Это, получается, у нас новый интерьер больницы. А именно, вот, палата. Полностью больницу мы здесь, конечно же, не видим. Но мы видим, как будет выглядеть палата. И, скорее всего, в таком же стиле будет выглядеть полностью вся больница. Вот такие вот красивые койки. На самом деле, я вот смотрю на эти новые интерьеры. Они очень-таки реалистичны. Либо это с помощью фотошопа сделала. Либо действительно будут такие вот реалистичные интерьеры. Которые будут вот такие вот шикарные, красивые. Ну, и последнее, что бы я хотел вам показать. Это то, что будут новые машины. Не только эти машины. Еще Lexus добавят новые. Вместо, получается, Lamborghini SVJ. И вот такие вот еще две новые машины будут. Это, получается, Mazda Mata, по-моему. Или как-то так она называется. И будет еще Lexus. То есть, добавят две такие вот красивые японские машины. И, помимо этого, еще добавят систему стробоскопов, получается. Ну, как бы это, я считаю, очень круто. То, что будет еще и система стробоскопов. Вот я эту систему стробоскопов, как бы, очень сильно жду. Потому что я уже хочу и на магнум поставить стробоскопы. И на остальные свои машины. Потому что стробоскопы это выглядит круто, пацаны. На родине уже давным-давно есть стробоскоп. Уже три года на родине есть стробоскопы. Понимаете? Три года уже на родине есть система стробоскопов. Но, а Mazda Mata почему-то это добавляет только сейчас. И то не факт, что они добавят. Да, они показали то, что они, как бы, добавят это. Но, возможно, они передумают. Либо стробоскопы будут стоить очень дорого. Либо стробоскопы сделают на ивенте. На счет ивента, кстати, пацаны, вообще информации нету никакой просто. Никакой нет информации, что это будет за ивент. Какие там будут призы. Вообще никакой нет информации. Поэтому я вам этого не смогу показать. Также есть слушочек, пацаны, то, что автосалоны, это теперь будут бизнесы. Я не знаю, насколько это правда. Мне подписчик об этом написал на стриме. Я вам просто этим делюсь. Потому что, ну, возможно, всё. А прикиньте, реально будет автосалон, это бизнес. Как бы у нас на серваке сколько автосалонов? Четыре. И это будет бизнесом. И прикиньте, как это будет круто. Скорее всего, там будет сумма неполная приходить от покупки машины. Потому что это будет сильно жирно. И будет очень большая финка. Ну, где-то 20-30% от стоимости машины, я думаю, будут переходить. Но стоить эти бизнесы, скорее всего, будет немало. Поэтому, пацаны, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Я собрал, пацаны, повторить всю информацию, которую мог. Я вам это всё показал. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова